Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Ему только 18, а он уже занял первое место в чемпионате мира по авиаконструированию. Племянник бывшего генерального директора Куйбышевского авиационного завода Виктора Зимица решил продолжить династию конструкторов. Более трех миллиардов рублей получила казна из вышестоящих бюджетов. Средства пойдут на ремонт школ, домов культур и дорог. Детские прививки – способ избежать серьезного заболевания или риск для здоровья. Транспортный вопрос в Красноглинском районе Самары не оставляют без внимания. Чтобы обменяться предложениями с жителями и прийти к конструктивному решению, городские власти и общественники организовали круглый стол. Чего хотят самарцы и что уже сделано для решения проблемы, узнала Мария Левина. Чтобы обсудить острый вопрос, который волнует общественность уже долгое время, транспортную ситуацию в Красноглинском районе, на встречу пришли представители власти, общественники и жители района, которые выступили со своими предложениями. Например, вернуть старые скоростные маршруты. Люди жалуются на долгое ожидание автобусов. Чтобы дождаться нужного маршрута, им нужно провести на остановке около получаса, а приходят автобусы переполненные. Такая ситуация сложилась после того, как перевозчик маршрутных такси не вышел на линию в октябре прошлого года. Для того, чтобы свести неудобства жителей к минимуму, городские власти увеличили количество льготных автобусов. С июля прошлого года их стало больше на 43 единицы. Город никоим образом не дистанцируется от решения этих проблем, и мы совершенно точно понимаем, в какой ситуации мы находимся. Нам эта проблема близка, и мы планово решаем ее. Есть уже положительные достижения определенные, есть планы по решению выхода из этой ситуации. Много жалоб поступило на неисправную работу пребывалки. Это табло, на котором можно увидеть расписание транспорта. Исправить все неполадки обещают через три месяца. В конце года планируют закончить строительство правого поворота трамвая в сторону стадиона Самара-Арена. Там будет транспортно-пересадочный удил. Еще один такой удил появится на станции Ягодная. Он должен разгрузить потоки в районе Крутых Ключей. Обсуждается вопрос переведения трамваев на приоритетное движение, что уже сделано на перекрестке Новосадовой и Масленникова. Что касается недобросовестного перевозчика, в случае если в ближайший месяц он не выйдет на линию, власти будут решать вопрос о разрыве контракта в суде. По результатам этой встречи, о чем у нас руководитель сказал, будет подписан протокол. Мы этот протокол однозначно всем заинтересованным разошлем, вышлем, выложим на сайте департамента транспорта, чтобы каждый мог с ним ознакомиться, что-то внести туда или что-то изменить. И соответственно, исходя из этого протокола, мы будем и дальше эти проблемы сложные с транспортной доступностью удаленных районов решать. Городские власти напоминают жителям, что готовы к диалогу. Если у кого-то есть свои предложения по решению проблемы, можно обратиться в городской департамент транспорта. Мария Левина, Василий Кладашов. События. Уже завтра состоится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий. С 1 по 3 марта любой житель, достигший 14 лет, может принять в нем участие и определить судьбу парков и скверов. Для этого необходимо прийти с 9 утра до 6 вечера в любой пункт голосования. Это школы, приемные управляющие микрорайоном, библиотеки и дома культуры. Зарегистрироваться и получить бюллетень, в котором будет представлен список из 20 дизайн-проектов. Среди них сквер Фадеева, Хлебная площадь, площадь Мочелова и сквер первых космонавтов. Напротив общественной территории поставить галочку и ждать результатов. Чтобы было чисто, зелено, красиво, в цветах, благоустроено. Чтобы детям было где покататься на велосипедах, поиграть на площадках детских, песочницах и тому подобное. Я человек пенсионер. Мне хочется выйти в парк, посидеть, отдохнуть. Чтобы больше было комфорта. То есть лавочек комфортных. Не просто лавочек, а со спинкой. Потому что сидеть без спины очень тяжело, понимаете. Поэтому вот это хотелось. Парки, бульвары и аллеи, за которые проголосует большинство горожан, приведут в порядок по программе формирования комфортной городской среды уже в этом году. В Самаре увековечили память героя социалистического труда Виктора Земица. Большую часть жизни он посвятил авиаконструированию. Вместе с инженерами и рабочими авиационного завода выпускал в полет боевые и пассажирские самолеты. Дело родного дяди продолжает Игорь Буцкевич. Ему всего 18, а за плечами уже мировое первенство. Сейчас молодой человек заканчивает школу, которая носит имя знаменитого родственника. Игорь Буцневич с энтузиазмом рассказывает и показывает нашей съемочной группе свою гордость. Модель легендарного Ил-2. Над самолетом он трудился около 4 месяцев. Это семейное смеется молодой человек. Ведь Виктор Петрович Земец, который 17 лет стоял у руля Куйбышевского самолетостроения, его родной дядя. Цель это просто не позорить имя своих родственников, продолжать заниматься тем, чем они занимались и воплощать все то, что хотели бы видеть во мне. Игорь идет по стопам дяди, состоит в областной федерации авиамодельного спорта, занял мировое первенство в чемпионате по авиаконструированию. Сейчас заканчивает школу, которой присвоили имя его знаменитого родственника, героя социалистического труда Виктора Земеца. За то время, что он руководил Куйбышевским авиационным заводом, производительность труда поднялась максимально в три раза. Молодые специалисты, которые приходили на завод уже через пару лет, могли занять ведущие должности. Именно в них Виктор Петрович видел будущее. Героями становятся не только герои войны, но еще и герои труда могут быть. Поэтому сейчас мы все-таки стремимся воспитать в них трудолюбие, ответственное отношение к своему делу, ответственное отношение к тому, как они представляют свою родину, свою страну. Более ста школам Самары присвоены имена героев. Выбор имени, которым будет названо учебное учреждение, зависит в том числе и от места, где оно находится. Восьмидесятая школа, которой присвоено имя Земеца, в районе рабочей безымянки. Торжественно открыл мемориальную доску и вручил звезду героя Игорь Станкевич, герой Российской Федерации. Когда подходят и видят имя знаменитого человека, что школа занимается им, что школа теперь будет изучать историю более детально, привязываясь к конкретному человеку, к конкретному предприятию, к территории, то мы и историю страны целиком, историю Самары будем изучать с детьми более детально. Живая связь нынешнего поколения с теми, кто жил 70 лет назад. Это очень важно. Звезда героя, как символ далекой эпохи, пополнит коллекцию школьного музея. Мария Левина, Артем Сулайманов, События. Более трех миллиардов рублей получила городская казна из вышестоящих бюджетов. Соответствующие поправки в финансовый документ Самары одобрили на заседании городской думы. На что направят средства, выяснила Лариса Шалафаст. Более полутора миллиардов рублей предназначены на ежемесячные выплаты учителям, работающим в сфере дошкольного образования. Ежемесячные выплаты молодым педагогам и вознаграждения за работу классным руководителям. Также дополнительные средства направят на капитальный ремонт и строительство школ. Это и строительство школы «Новая Самара», и строительство школы дополнительной «В крутых ключах». Дальше это строительство школы «На пятой просеке». То есть продвинуть мы серьезным образом то, что не делалось в Самаре десятилетиями. Еще одна статья расходов – ремонт городских домов культуры. В этом году продолжатся работы в ДК «Нефтяник» и ДК «Октябрь». Начнется капитальный ремонт дома культуры имени Литвинова на проспекте Кирова. Начинаем наконец-то долгожданный плановый ремонт. Вы знаете, что он является объектом культурного наследия. Были определенные сложности ограничений по подготовке проекта. Но наконец-то все это сдвинулось, и мы уже приступаем к ремонту ДК. Надеюсь, что он вновь заселяет своими красками. Большая часть средств, а именно 960 миллионов, пойдет на ремонт дорог местного значения. Почти 390 миллионов рублей запланировано направить на реконструкцию заводского шоссе от улицы Авроры до 22-го портсъезда. 50 миллионов на реконструкцию 22-го портсъезда на участке от улицы Солнечная до проспекта Кирова. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. Адаптируйся или уходи с рынка. С 1 июля 2019 года для российских застройщиков изменятся правила игры в долевом строительстве. Закон предполагает, что теперь деньги дольщиков будут храниться в банках. Строительная компания получит их только тогда, когда построит дом. В чем плюсы и минусы нового введения, выяснил Данил Лучко. С лета правила игры изменятся для всех российских застройщиков. С 1 июля в силу вступит поправки в федеральный закон о долевом строительстве. Все средства дольщиков будут поступать не в строительную фирму, а в банк, на так называемые эскроу-счета. Застройщик получит деньги только после завершения объекта. Поэтому ему придется адаптироваться, взять кредит или уйти с рынка. Для застройщиков это достаточно серьезная перестройка корпоративного управления. То есть если мы говорим о здоровом, финансоустойчивом застройщике, это некая серьезная внутри компании работа. Если мы говорим о неустойчивом застройщике, то он должен искать инвестора, партнера или с кем-то объединяться. Потому что он точно не сможет выжить в этой истории. На бизнес-дискуссии, организованной газетой «Коммерсант Волга», эксперты обсуждают тренды, риски и перспективы жилищной политики. По национальному проекту «Жилье и городская среда» предполагается, что в ближайшие 6 лет цены на квартиры вырастут почти на 30%. Специалисты прогнозируют повышение по 5% в год. Несмотря на это, нововведение имеет свои плюсы. Обманутых дольщиков будет меньше, а добросовестных и платежеспособных застройщиков больше. Безусловно, однозначно стоит говорить о том, что принятие закона – это шаг вперед. Это переведет рынок на ту цивилизованную, безопасную дорогу по строительству жилья. Так как эти изменения долгосрочные, необходимо время для адаптации строительных компаний. Региональный Минстрой обещает им помочь найти индивидуальное решение. Главная задача министерства – поддержать застройщиков, чтобы они в срок завершили проект, а люди вовремя получили ключи от своих квартир. Данил Лучко, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других темах дня. Поезд с изъятыми у незаконных вооруженных формирований в Сирии трофеями в марте проедет в регионах Поволжье с двухчасовыми остановками в Саратове, Самаре и Уфе. В Самару поезд приедет 9 марта в 10 часов по московскому времени. Акция «Сирийский перелом», демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у террористов, проводится по решению президента Российской Федерации. Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тысяч километров и сделает остановки в 60 городах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. На обратном пути в апреле поезд остановится еще в четырех регионах ПФО – Перми, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде. В эшелоне 20 вагонов, в них размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. Бывший руководитель 7-го управления ФСБ по Самарской области Александр Молчанов в начале февраля условно-досрочно освободился из колонии, отбыв два года из назначенных ему пяти лет лишения свободы. Напомним, суд установил, что бывший офицер госбезопасности получал незаконное вознаграждение за крышевание несанкционированной автостоянки, а также обещал криминальному авторитету помощь в решении вопроса с полицией за 6 миллионов рублей. Накануне своего задержания при получении 1 миллиона рублей он якобы написал рапорт об увольнении и потому смог получить срок за мошенничество, а не за получение взятки. Срок он отбывал в колонии номер 13 Нижнего Тагила. Девять случаев незаконной добычи рыбы и раков Сызранские полицейские подвели итоги работы по борьбе с браконьерами за первые два месяца этого года. По шести эпизодам возбуждены уголовные дела, один нарушитель привлечен к административной ответственности, а еще по двум продолжаются проверки. В руках силовиков оказался внушительный набор браконьерского инвентаря. 34 многозаходные ловушки, около 500 метров сетей и различные приспособления для зимней рыбалки. У нарушителей изъята рыба различных пород и более 600 раков. Последних, к слову, полицейские сразу отпустили в естественную среду обитания. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, Российской Федерации составил более 100 тысяч рублей. Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «Мир». Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем «Виза» и «Мастеркард», также будут переведены на «Мир», когда у первых истечет срок действия. В то же время, по своему желанию, пенсионер может получить карту «Мир» и перевести на нее выплату пенсии уже сегодня. При этом не обязательно лично извещать пенсионный фонд об изменении реквизитов пластика. Сведения об этом в управлении поступят из кредитного учреждения. Установлен и крайний срок перехода на новую систему. Карточки нужно заменить до 1 июля 2020 года. Делать прививки детям или нет – на этот злободневный для родителей вопрос самарские медики отвечают однозначно делать. За три последних года в регионе было зафиксировано только два осложнения от вакцинации от туберкулеза. При этом только в 2018-м палочкой Коха заразились 35 человек. Ни один не был привит. В России действует национальный календарь из 12 обязательных прививок от наиболее распространенных и опасных для детского здоровья инфекций. Одной из самых необходимых и незаменимых остается вакцинация от ХИБА. Это одно из самых коварных заболеваний, которое может привести к летальному исходу у детей младшего возраста. Она вызывает не только воспаление верхних дыхательных путей, но и различные формы менингита. Своевременная прививка – основная и самая эффективная профилактическая мера, напоминают педиатра. Также важно вакцинировать не только ребенка, но и всех членов семьи и соблюдать личную гигиену. Зачастую родители не делают детям прививки, считая, что это подрывает иммунитет и вызывает осложнения. Врачи напоминают, что прививка прежде всего тренер организма, а не враг. В первую очередь тот самый вакцинальный препарат защищает детей первого года жизни. Это не профилактическая мера, это мера защиты от осложненных форм, таких как диссеминированный или максимально распространенный туберкулез, туберкулезованный менингит или энцефалит. То есть в случае, если ребенок встретится с этой микобактерией в более юном возрасте, и до года, а иногда и до трех лет, если ребенок не вакцинирован, то мы получаем то самое страшное, чего мы боимся. Что делать, если ребенок не такой, как все с этим вопросом? Семьи, где есть дети с ментальными нарушениями, пришли на круглый стол с экспертами. Родители обеспокоены настоящим и будущим своих детей. Они поделились проблемами с медиками, психологами и социальными работниками. По словам экспертов, каждый случай уникален, поэтому чаще всего прибегают к индивидуальному сопровождению. Это не только медицинская помощь, но и помощь в быту. Также существует программа ресурсных классов, чтобы дети с ментальными нарушениями могли обучаться в обычной школе. И канистерапия, то есть занятия со специально обученными собаками. Когда речь идет о ребенке и инвалиде, все подходы к реабилитации и социализации, они выстраиваются как индивидуальный маршрут. И в первую очередь они закреплены в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. И не случайно круглые столы, вот эти они проходят на базе Бюро медико-социальной экспертизы, откуда начинается вот этот путь к реабилитации и социализации. Талантливых педагогов объединили сразу несколько конкурсов. В Самарской филармонии прошла церемония награждения лучших в сфере образования. С торжественной церемонией репортаж Анастасии Ерыгиной. Зал взрывается аплодисментами и на сцену поднимается лучший учитель года Самарской области 2019. Ольга Трошинская преподает русский язык и литературу уже 8 лет. Рассказывает, решила стать педагогом не случайно. Ярким примером для подражания стала бабушка, учитель физики и математики. Ольга признается, любовь к детям и преподаванию передалась именно от нее. Звание учитель года для нее большая честь. Но, говорит Ольга, главное в конкурсе не победа, а обмен опытом. Мне кажется, мы все победители, потому что мы уже перешагнули через какие-то с возможной сложности, трудности. И, в первую очередь, через себя постарались совместить уроки, постарались совместить, ну, все самое такое, наверное, сложное, ну, все вопрос, какой может быть у учителя. Победу празднует не только Ольга. В филармонии прошла церемония награждения лидер самарского образования 2019. На ней подвели итоги семи разных конкурсов. Все они связаны с профессией педагога. Среди победителей как опытные, так и молодые учителя. Организаторы считают, что разница в возрасте идет на пользу участникам. Симбиоз опыта, молодости, да, он как раз и дает возможность увидеть себя со стороны, почувствовать, что у тебя получается, а к чему тебе еще нужно стремиться. Как, впрочем, и опытному учителю, у молодых есть чему учиться. И это самое важное. Только в этом может быть успех, только в этом может быть конечный итоговый результат, хороший, качественный. На церемонии объявили абсолютных победителей в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагог дополнительного образования». Помимо этого, награды получили еще 19 победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. Анастасия Ерегина, Василий Колдашов. События. Быть мамой – это счастье. Благодаря национальному проекту «Демография» в Самарской области появятся условия для рождения и воспитания детей. Сейчас молодым семьям выделяют жилье, для малышей строят новые детские сады, но этого, по мнению экспертов, недостаточно. Даниил Лучко расскажет, какую еще поддержку планирует оказать будущим родителям. Екатерина Жулина – мать троих детей, сейчас ждет четвертого. Вместе с мужем, как молодая семья, получили деньги на строительство дома, а на средства, выделенные за рождение третьего ребенка, купили машину. Но, как говорит Екатерина, не в этом секрет семейного счастья. Да, мы построили свой дом, у нас есть свой транспорт. Но я считаю, что главное не в этом, не материальная суть, Главное, когда у тебя действительно такое эмоциональное состояние, когда у тебя есть поддержка, когда у тебя есть надежное плечо, и когда тебя окружают вот эти маленькие детки, это самое главное – это счастье. Сегодня в Самарской области проживает более трех миллионов человек. В прошлом году показатель смертности превысил уровень рождаемости почти на 30%. Главной причиной, почему молодые люди не спешат становиться родителями, по мнению экспертов, отсутствие комфортных условий для воспитания детей. Национальный проект «Демография» призван изменить эту ситуацию. В национальном проекте «Демография» вот просто серьезнейшее значение уделено созданию дополнительных мест в детских садах. Министерством образования совместно с Министерством строительства проработаны различные способы создания мест. Среди них вот два основных пути – это строительство, либо реконструкция зданий, и создание дополнительных мест за счет уже имеющихся помещений, но используемых не по основному назначению. В Самарской области в ближайшие пять лет планируют открыть больше 30 детских садов. До конца 2019-го в ясельных группах появится почти 2500 мест. Также родителям уплачивается детское пособие на новорожденного. Так, с 1 января сумма составляет 10 181 рубль. Мы не должны допустить, чтобы вот они снижались критерии бедности. Семьи с детьми. Потому что, когда мы разговариваем с молодыми, они нам говорят о том, что если мы сейчас родим ребенка, то, естественно, финансовая составляющая семьи будет в разы уменьшаться. Для того, чтобы демография в России вновь вышла на высокий уровень, необходимо, чтобы в каждой семье было минимум по 2-3 ребенка. В рамках нацпроекта правительство планирует сделать акцент на развитии системы образования и здравоохранения. А благодаря созданию комфортных условий продолжительность жизни жителей увеличить хотя бы до 74 лет. Данил Лычко, Григорий Плешаков. События. Военные летчики, прошедшие хоккейный сезон, отлетали нормально. Заявил на встрече с болельщиками клуба ЦСК ВВС главный тренер команды Александр Соколов. Результатом в чемпионате ВХЛ остался доволен и генеральный директор Михаил Нечапуренко. Как сейчас обстоят дела у хоккеистов и что их ждет впереди, расскажет Сергей Кизоркин. Хоккеисты Самарского клуба ЦСК ВВС ушли в отпуск залечивать травмы тела и души. Для них борьба за кубок шелкового пути высшей хоккейной лиги в этом сезоне закончилась досрочно. Они оказались в одном шаге от зоны плей-офф. Для военных летчиков это достижение. В прошлом году они заняли в регулярном чемпионате лиги последнее место. 56 игр, 57 очков, 19 место из 29 команд. К сожалению, 19 место не позволяет участвовать во втором этапе, главном, конечно, соревновании на хоккейном плей-оффе. С другой стороны, 10 команд серьезных мы оставили у себя за спиной. Поэтому результат, я думаю, спортивный вполне приемлемый. Ребята показывали хороший хоккей, интересный, хороший, современный хоккей. Атакующий хоккей, который там и нравится болельщикам. Команда ЦСКА ВВС, команда молодая, средний возраст, 24 года. Еще один плюс, 6 игроков доморощены и закрывают все линии. Есть нападающие защитники и голкипер. Тренеры-хоккеисты уверены, у военных летчиков все еще впереди. И в следующем сезоне они сыграют в плей-офф в АХЛ. Мне команда понравилась. Наша команда у нас молодой коллектив. Парни все с амбициями. Это вот приятно было находиться в раздевалке на льду. То есть они выкладывались в каждый матч. Это вот несомненно. Экономическая база хоккейного клуба ЦСКА ВВС в этом сезоне тоже на хорошем уровне. Владельцы команды – областные министерства имущества и спорта. Именно они платят зарплату хоккеистам и тренерам. Обслуживающий персонал и администрация кормятся от спонсоров клуба. Долгов по зарплате, как это было часто в прошлые годы, сейчас нет. Первая часть чемпионата жили, как премьер-министр у нас сказал, денег нет, но вы держитесь. И мы так вот держались до ноября месяца, пока не приняли в бюджете строчку по финансированию ЦСКА ВВС до конца 2018 года и потом на 2019 год. Впервые за последние 15 лет у нас идет чика в чику. То есть и хоккеисты, и сотрудники получают почти одновременно. Сезон закончился. Впереди новый сезон. Хоккейный клуб ЦСКА ВВС ждет от учредителей и спонсоров 100 миллионов рублей. Именно столько нужно денег, чтобы выступать в чемпионате высшей хоккейной лиги. А спортсмены и тренеры уже начали готовиться к предстоящему чемпионату. В марте залечат травмы, в апреле приступят к тренировкам. В мае будут готовы подписать новые контракты. В сентябре начнется новый поход за медалями и кубком международного турнира «Шелковый путь». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова